В общем, там этот уголовник, который бывший муж хозяйки, сейчас пришел, я как бы не узнал его, не заметил, он говорит таким басом, че не здороваешься, привет, че не здороваешься, здравствуйте, здравствуйте, че, куда идешь, на работу? Да, я там в магазин, по делам, ну, короче, что-то у меня руки дрожат аж, да и на кухне там готовить толком не получается, там бабушка живет, короче, там вот минус в этой съемной комнате, квартире, то, что там бабушка на кухне живет, и еще этот уголовник, который дофигища отсидел, непонятно за что, даже сама эта бабушка не знает, и он, типа, по ее мнению, ну, она о нем рассказывала, что, ну, не очень такие вещи приятные весьма, что он, короче, сумасшедший немного, мягко говоря. Крайне ревнивый, типа, ну, все в таком роде, только это очень мягко говоря, и если вкратце, а так вообще это капец. Сейчас иду получать этот ноутбук, он должен уже прийти в ДНС. Ну, вот как раз вот этот уголовник может ноутбук мой украсть, просто зайти в комнату, когда я буду на работе, он-то не работает, видимо, может просто взять, украсть, все, я ничего не докажу. Видишь, такая проблема. Мне год выплачивать просрочку этот ноутбук через Совкомбанк, через приложение Халва, но если я, допустим, больше хочу выплатить, чтобы быстрее, то я не знаю, можно ли там так сделать. Короче, я хочу здесь еще ждать ей в сентябре. Они из меня заранее потребуют, раньше срока оплату, поэтому я хочу раньше срока уехать на новую, найти полную, что-то новое найти. Столько с этим проблем, столько приходится решать проблему в этой Москве, все самостоятельно делать, приспосабливаюсь, привыкаю к такому ритму жизни. Но главное, что нет ощущения личного пространства, что любой может зайти в комнату, посмотреть, там, что угодно взять, напрямо напротив двери входной. Тем более, это там бал, стежий. Все, если он ноутбук упрадет, как я докажу, что это он сделал, и где мне его искать? Да.